Недалеко от моста находится кладбище от первых мотостроителей, мы попробуем найти его, сейчас отправляемся туда, будем искать могилы, недалеко от второго водозабора по ориентирую находятся в кладбище. Продирается сквозь чащу наша команда сталкеров, в поисках потерянного времени и незабытых креслов. Искатели могил 2, я нашел первую могилу. Вот здесь были захоронения мостостроителей Комсомольского моста. Половняков Степан Прослакович, 1931 года. Вот он от тяжелой работы закончил свой путь, он понял, что он выполнил свою миссию. Перешел. Вот там я вижу 2 камня. Здесь вырвали табличку на известный герой. Ну, кто-то, наверное, на медь, на цветной металландал. Вот три макилы. Может быть, где-то и есть, помните, но вот опознаватели знают, что это макия. Тоже 1931 года. 1906. Совсем молодой. да. Голод же еще был. Тяжелая работа. Тяжелая работа, конечно. Не было же механизации, кувалды. Такие вот каменные глыбы, видимо, это из опор моста, то есть из какого-то фундамента, который здесь добывали. Наверное, где-то здесь жили в каком-то лагере, поселке, мостостроители, рабочие здесь отдыхали, жили вот там недалеко от моста и вот теперь обрели, так сказать, свой покой. Вот новосибирцы об этом не знают большинство, но вот мы все-таки не поленились и нашли эту могилу. Ровно 55 лет назад здесь, под коммунальным мостом Новосибирска, произошла история, от которой до сих пор волосы стынут с джилла. Реактивный истребитель на полной скорости пролетел под аркой моста на глазах у всего города. Это было, конечно, событие за грань фантастики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова